И читая это, я вижу перед глазами одно и то же, какой-то такой гигантский лонопарк для взрослых, где круглосуточно, с утра до ночи, расслабляются, оттягиваются, колбасятся модно одетые люди. Это и есть их работа. Здравствуйте, дорогие друзья, я Анна Ханна. Я уже когда-то говорила, что мне, наверное, надо прожить две жизни, чтобы успеть рассказать все истории, которые насобирались у меня в плане. Их очень много. И чем их больше, тем сложнее выбор, что сегодня разбирать, о ком рассказывать. Есть, безусловно, такие свежие происшествия, горячие темы. И, казалось бы, надо хвататься за них, потому что совершенно очевидно, что такие ролики будут и быстрее продвигаться, и быстрее развиваться, и охваты будут шире. Но вот ещё в те годы, когда я была бизнесменшей, у меня была заветная мечта — освободиться и начать делать то, что нравится самой, вот без оглядки, без оглядки на рынок, на маркетинг, на коммерцию. Хотя какая сейчас коммерция? И вот, наверное, раз в 30 вы меня просили разобрать судьбу Юлии Началовой. И приблизительно столько же раз в комментариях упоминали имя Яны Прижевской. Судьбы этих женщин очень похожи. И та, и другая жили ярко, и та, и другая рано ушли. И даже фамилии их мужчин совпадают. Я поначалу хотела взять Юлию, потому что, несмотря на то, что она прожила короткую жизнь, несмотря на то, что её история трагическая, она всё же не такая жуткая, как история Яны. А вот случай Яны, он меня как-то так расшевелил, расколотил, расцарапал. Я вообще считаю, что случай Яны он может войти в учебник для девочек, вот в главу «Как погубить свою жизнь». В общем, я не знала, о ком рассказывать. Я взяла монетку турецкую и загадала. Если орёл, то Юля, если решка, то Яну. Подбросила, и вы уже знаете, что выпало. Сегодня у нас история Яны Прижевской. Слушайте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Сначала она ломает всё, что может поломаться, потом она прячет всё, что можно спрятать, потом она подсылает к тебе каких-то цыганок в цветастых юбках, и они тебя закружат, заговорят, обманут, а потом всё становится каким-то грязным, липким, пошарпанным, и ты болеешь, и вещи твои как будто болеют вместе с тобой, а потом эти вещи вообще куда-то пропадают. Да и в этих вещах, в общем-то, уже нет никакой ценности. Ну, какая может быть в самом деле ценность у длинной соболиной шубы в пол, если этот пол, во-первых, из линолеума, а во-вторых, дырявый? И ты открываешь другие ценности, которые для тебя важнее. Это пиво, водка, вино. И тускнеет взгляд, и поршевеют волосы, и в конце концов всё куда-то пропадает. Всё куда-то пропадает, в какую-то дыру падает, и падает вместе с тобой. Яна Прижевская родилась 23 января 1974 года в Норильске. И свой родной город она не любила. Да и трудно, пожалуй, полюбить полярную ночь и морозы до минус 60. Поэтому жить она решила в Москве. И буквально на следующий день после выпускного села в самолёт и полетела в столицу. Это было в 1991 году. Яне к тому времени исполнилось 17 лет. В Москве ей повезло. Она благополучно поступила в юридическую академию. Возможно, на выбор профессии повлияла мама Яны, подполковник юстиции Людмила Ивановна Прижевская, которая на тот момент работала в правовом управлении администрации Норильска. И она окончила вуз, но юристом не стала. На одной из вечеринок она познакомилась с бизнесменом Евгением Фроловым. Он был генеральным директором телекоммуникационной компании, учредил несколько финансовых консалтинговых центров, занимался недвижимостью и одно время занимал должность президента хоккейного клуба «Крылья Советов». Сегодня можно найти больше информации об этом человеке, например, на сайте Компромат. Но тогда, в 1998 году, какое это имело для Яны значение? Тогда все красивые искали богатых, а богатые — красивых. В общем, у Яны с Евгением всё сошлось. Они стали парой, а Яна не стала юристом, но зато она стала светской львицей. Я очень далека от этого, но с тех пор, как изобрели поисковую систему Google, можно без труда найти ответ на любой вопрос. Я спросила у Google, что такое вообще светская львица. Быть светской львицей может себе позволить только дама состоятельная, звезда эстрады или подиума, или жена состоятельного влиятельного мужа. Безусловно, надо разбираться в стилях и всегда быть на волне самой последней моды. Безусловно, ухоженность и дорогая брендовая одежда, а также оригинальные дорогие ювелирные украшения, модная оригинальная прическа — вот что по внешнему виду отличает светскую львицу. Чтобы тебя назвали светской львицей, необходимо быть богатой и колоритной, разбираться в брендах, иметь знакомство в высших кругах. Ну, в общем, здесь нет конкретного ответа на вопрос, чем занимаются светские львицы, что у них за профессия, точнее, род занятий. Я так понимаю, что всё, что им необходимо делать, это ходить на вечеринки, фотографироваться для каких-то глянцевых изданий, мелькать в каких-то гламурных передачах. Вообще в Википедии написано, что, чтобы быть светской львицей, для поддержания своего, так сказать, имиджа и статуса, такие женщины тратят до полумиллиона долларов в год, а расходы на гардероб могут составлять до 100 тысяч долларов. Как раз так и не много, и не мало. У Яны с Евгением родилось трое сыновей — Валерий, Филипп и Платон. Но, тем не менее, Яна могла, у неё получалось совмещать материнство и карьеру светской львицы. Проснулась с утра, помогла няням собрать детей в школу, съездила, пошопилась, выпила шампанского с подружками. После обеда к тебе приезжает собственный косметолог, маникюрщица, стилист. Вечером ты нарядная и красивая едешь с мужем на очередную тусовку. Там, конечно, снова коктейли. Возвращаешься часа в три ночи. И так по кругу. Евгений, Яна и мальчики жили, как и полагается таким людям, в большом особняке в деревне Большое Сареево на Рублёво-Успенском шоссе. Яна пробовала себя чем-то занять. Как и многие женщины, состоятельных бизнесменов, она пробовала петь. Но певице из неё не получилось. Да, певица она не стала, как и не стала официальной женой Евгения. Они с Фроловом трижды собирались в ЗАГС, но постоянно что-то мешало им зарегистрировать эти отношения. То с паспортами что-то не так, то бумажки о разводе не хватает. В общем, как говорится, проклятая бумажная волокита. И так за 11 лет совместной жизни не получилось у Яны выйти замуж. А потом начались ссоры, скандалы. И ни о какой свадьбе уже вопрос не поднимался. Почему ссоры? Почему скандалы? Яна пристрастилась к спиртному. В среде тусовщиков такое случается довольно часто. Но это у них вроде такого профессионального заболевания, что ли. Говорят, что даже Евгений стал её поколачивать, бить. Ну и сюда же следует добавить взаимные измены. У Яны появился молодой теннессист по имени Денис. А у Евгения завелась любовница в Киеве. Жена известного украинского футболиста. До Яны доходили эти слухи. Но она то ли закрывала глаза, то ли так слепо верила. Хотя всем было понятно, что частые командировки Евгения в Киев и отдых без семьи — это не случайность. Фролов отправил Яну в ссылку на Бали на полгода. А когда она вернулась, он ей указал на дверь, на такую красивую, добротную рублёвскую дверь. И я сейчас, когда это рассказываю, у меня такое ощущение, что я снова рассказываю историю Натальи Лагоды. Наталья и Яна — это чашки из одного сервиза, как говорится. Единственное, что Яна была женщина образованная, в отличие от Натальи. Но это ещё раз подтверждает, что образование и мудрость редко ходят рука об руку. Троих детей Фролов оставил себе, а наша образованная и всё ещё красивая Яна в сухом остатке получила большой брендовый гардероб, драгоценности, два автомобиля и квартиру на Шаболовке. Кстати, квартира была не готова для проживания, там были, как говорится, голые бетонные стены, нужно было её ремонтировать, отделывать. Но останет ли заниматься отделкой квартир «Светская львица»? Очевидно же, что нет. И поэтому Яна въехала в съёмную квартиру недалеко от метро «Динамо». Кстати, её мама Людмила Ивановна Прижевская к тому времени уже тоже жила в Москве, причём в собственной квартире. И казалось бы, почему Яна не поехала жить к маме? Вот что говорит Прижевская-старшая. Я столько времени и сил отдала, чтобы ей помочь, поддерживала, как могла. Но ведь она взрослый человек. Как я могла ею командовать, вздыхает мама Яны? Я так понимаю, что общались они мало. Они даже не разговаривали, а переписывались. И последнее сообщение, которое Яна отправила маме, это было, наверное, за полгода до её гибели. Она написала, «Мамочка, хватит уже обо мне беспокоиться. Подумай лучше о себе. Всё будет хорошо». А потом и вовсе перестала писать. Юному любовнику Яны Прижевской, теннессисту Денису, было всего 19 лет. Он уехал в Америку, писал ей оттуда трогательные, такие по-наивному детские письма, и мечтал о собственном бизнесе. И Яна в порыве, наверное, какой-то, я не знаю, эйфории, предложила ему, так открой, открой свой бизнес там же, в Америке. А деньги, деньги, так квартира же есть на Шаболовке, продадим квартиру, будут деньги. И она продала квартиру. В это время около Яны крутился некий Никита. Он ей предложил выгодно продать квартиру на Шаболовке. И за эту квартиру Яна получила 22 миллиона рублей, хотя настоящая её стоимость была около 60. И эти деньги Яна перевела своему любимому мальчику Дениске. Она не сомневалась, что паренёк её не бросит, что его бизнес будет цвести, плодоносить, ведь Дениска такой умный, такой целеустремлённый. Из письма Дениса. «Наши отношения самые честные на Земле. Было страшно улетать от тебя, но с первых секунд в наших отношениях была вера, вера в наши поступки, в наше будущее. Я знаю, ты именно та девочка, с которой я хочу быть. Я знаю, что впереди нас ждёт целая жизнь. Я просто очень сильно люблю тебя и не представляю без тебя свою жизнь». Девочке было 39 лет. То есть она была на 20 лет старше своего возлюбленного и вполне могла быть его мамой. Вот только когда Яна приехала знакомиться с его родителями, Денис взял её под локоточек, отвёл в сторонку и так полушёпотом наказал. «Ты скажи, что тебе 26 лет, и никаких детей у тебя нет». После этого они расстались, а спортивный клуб «Бизнес» Денис всё-таки открыл в американском штате Вирджиния. И знакомые Яны говорят, что уже в сентябре 2014 года его реклама уже была в интернете. Прижевская не настаивала на возврате вложенных средств, но надеялась, вдруг у молодого человека проснётся совесть, и он вернёт ей хотя бы часть вложенных денег. Но она ошибалась. Яна перестала ходить на тусовки, а занять себя ей было решительно нечем. Одна из её подруг говорила, что Яна очень сильно страдала из-за плохого самочувствия, из-за жутких условий в новом жилье и от разлуки с детьми. Круг её знакомых сузился, стремительно сузился, старые друзья стали исчезать. Но, как говорится, природа не терпит пустоты, и на место старых друзей появились новые. Например, некто Руслан. Когда человек знает четыре языка, говорит много, выразительно, у которого есть масса знакомств, но как он может не внушить доверия. Руслан представился сотрудником ФСБ, и он обещал Яне наладить отношения с Фроловым, чтобы тот дал ей возможность хотя бы видеться с детьми. Яна, безусловно, ему поверила. Хотя на самом деле Руслан просто тупо нацелился на её драгоценности, на её украшения. И здесь самое время сказать, что же это были за украшения. Яна обладала такой редкой, эксклюзивной коллекцией украшений «Графс». Это очень-очень дорогая марка. Коллекцию Яны оценивали в 3 миллиона долларов. Представляете, кольцо, которое стоит 500 тысяч, 700 тысяч долларов. Я, например, такого не представляю. Эти драгоценности Яна хранила в сейфе, вернее, в банковской ячейке. И Руслан так дипломатично и аккуратненько уговорил Яну продать часть этих драгоценностей. Ну, чтобы как-то выжить, он пригласил Яну в санаторий. Мог подлечиться, отдохнуть, и предложил захватить с собой пару колец, чтобы показать их покупателю якобы. Вечер Руслан с Яной провели в караоке-баре. Уж не знаю, что они там пели. Но во всяком случае, когда Яна вернулась под утро к себе в номер, она обнаружила, что украшений нет. Она, конечно же, написала заявление о краже в полицию. И Руслана вроде бы даже задержали. Но, правда, вскоре отпустили. Оказывается, на все украшения у него имелись расписки. Причём сама Яна написала их ему, чтобы он мог распоряжаться драгоценностями. По слухам, на вырученные деньги Руслан купил себе квартиру. Причём в Австрии. Я подчёркиваю по слухам, поскольку информация из непроверенных источников. Да, насчёт квартиры — это не точно. А вот насчёт того, что кольца пропали — точно. А потом в жизни Прижевской появились Таисия Балаева и Эвелина Кобирова. Как-то вот они возникли через общих знакомых, вышли на неё. Яна тогда лежала в больнице. И Таисия с Эвелиной уговорили её написать доверенность на оставшиеся драгоценности, на кольца, на колье. Они пришли с нотариусом. И Яна согласилась. Украшения были в банковской ячейке. Они убеждали, что, мол, это небезопасно, что всю ювелирку они сдадут своему знакомому в сейф, опытному оценщику. Почему Яна поверила? Мама Яны говорит, что именно Таисия и Эвелина способствовали тому, что общение с дочерью прекратилось. Так получилось, что Яна была серьёзно больна в последние месяцы, а все мои попытки пообщаться с ней были тщетны. Её общение со мной ограничили так называемые подруги. Эва и Тася пользовались её слабым состоянием, потихоньку тащили её драгоценности, одежду. Девушки умудрились втереться в доверие к Яне. Яна любила лезть, а они бесконечно ей рассказывали, что она всё ещё очень красивая, что она может найти себе каких угодно мужчин, что весь мир у её ног. Яна верила. Я так понимаю, что у неё уже была очень сильно ослаблена способность критически воспринимать услышанное, как-то фильтровать эти речи. В общем, она была лёгкой добычей для них. Яна слушала и всё больше пила. У Прижевской была нездоровая печень. Её болезнь называлась словом гепатит. И алкоголь в таких случаях разрушает организм гораздо быстрее. Позже у неё развился цирроз. Вот в слове цирроз оно как-то так лично для меня зловеще. Звучит вот как будто металлом об металл. Это вообще что-то очень страшное. Эвелина и Таисия предложили Прижевской продать вещи, шубы, сумки, платья, а на вырученные деньги открыть шоурум, который вскоре принесёт доход. Ну и какую-то часть средств пустить на аренду квартиры. Яна согласилась, что называется, по пьяной лавочке. Отдала им последнее, что у неё было, полтора миллиона рублей. Естественно, никакой расписки с подружек не взяла. Зато выписала им доверенность, как я уже говорила, на распоряжение деньгами и драгоценностями. Надо ли говорить, что шоурум никто не открыл? А вещи? Ну что вещи? Говорят, что одних только шуб у Прижевской было несколько десятков. И стоимость одной шубы доходила до трёх миллионов рублей. Много сумок, обуви с крокодиловой кожей. Вещи Яны Кобирова и Балаева сдавали в элитную комиссионку, которая на чистых прудах. Но деньги Яне подружки так и не вернули. Мол, проект не получился. Бывает. Людмила Прижевская в разговоре с журналистами говорила, что, мол, вы пройдитесь по комиссионным магазинам, вы увидите, там есть вещи Яны. Это ведь её подруги их туда сдавали. Да, сдавали, потому что у них была доверенность. Всё правильно. Средств у Яны не осталось совсем. Вот пишут, чтобы как-то прожить. Она была вынуждена продать машину красной Феррари. Продала. Машина Прижевской по доверенности досталась Эвелине Кобировой. «Людей надо любить, а вещи использовать, а не наоборот», написала Эвелина у себя на страничке ВКонтакте. Запись сделана в 2011 году. Как видно, позже она пересмотрела свои взгляды. Ну, допустим, Таисия и Эвелина продавали вещи Яны, но ведь эти вещи стоили миллионы, миллионы. Где эти деньги? Яна не могла всё это потратить на себя, хотя бы потому, что она никуда не выходила. Ей некуда было выходить, разве что в магазин за пивом или за вином. Яна сама не помнила, она не понимала и да и не помнила, куда это всё делось. Она уже сама запуталась в том, что у неё было, что у неё стало. Вот переписка Яны Прижевской с бывшей подругой летом 2014 года. «Коть, мне нужно перекрутиться. Всего 300 тысяч за квартиру отдать и за больницу. Если я завтра не отдам за эту грёбаную больницу, они на меня дело заведут. Я рыдаю уже второй день, а Фролов даже трубку не берёт. Умираю я. Даже мама родная на звонки не отвечает. Денег ни копейки. Живу на съёмной квартире. Хоть поди таблеток нажрись. Магазин всё вбухало. Фролову пишу, звоню, он вообще не отвечает. Попросила у него денег перекрутиться. Всего-то 300 тысяч. А он больницу даже не оплатил. Фролов лишил Яну родительских прав. А у неё, естественно, не было денег на то, чтобы бороться за них, отвоёвывать как-то. Не было денег на адвоката. Да и куда отвоёвывать? Куда бы она могла их забрать? И как бы она могла их растить? Я думаю, если Яна и хотела бороться за детей, то лишь за то, чтобы иметь право видеться с ними, смотреть на них. Маму её детям заменила Мария Ротань. Мастер спорта международного класса по карате-до. Активистка, спортсменка и, наверное, красавица. Именно Марию Анияну Евгений Фролов взял в жёны. И именно ей, Анияне, дал свою фамилию. От предыдущего брака с украинским футболистом у Марии было трое детей, плюс трое мальчиков Яны и Евгения. И в результате у Фроловых получилось довольно большое семейство. Если сравнивать этих двух женщин, Яну и Марию, то Яна напоминает такую разорившуюся дворянку, а вот Мария — разбогатевшую купчиху. У Яны есть вкус, есть диплом, есть налёт какого-то аристократизма, но при этом начисто, просто начисто отсутствует живучесть, вот витальность, способность падать на четыре лапы. Всё, что о ней можно прочесть, сводится к одному и тому же. Была одной из самых эффектных светских львиц, была вхожа в самые лучшие тусовки, обладала коллекцией драгоценностей. В общем, всё в таком роде. И читая это, я как будто бы постоянно вижу перед собой одно и то же. Какой-то вот огромный гигантский лунопарк для взрослых, где круглосуточно с утра до вечера расслабляются, оттягиваются, колбасятся модно одетые люди. Это и есть их работа. Да, навыки выживания, которые Яна привезла из Норильска, помогли, безусловно, ей адаптироваться в Москве. Но потом за ненадобностью они просто атрофировались. Вот зачем тебе эти навыки, когда ты ведёшь такой вот лакшери-жизнь? Зачем тебе быть сильной, выносливой, встречая, например, массажиста и педикюрщицу? Зачем тебе иметь для этого твёрдый характер? И так всё хорошо. Пресыщенное, беззаботное существование убаюкивает. И вот когда тебя с твоим гардеробом и драгоценностями выбрасывают из чудесной массажно-педикюрной жизни, твой жалобный писк никто не услышит, потому что ты не способна выживать. Другое дело Мария. Косноязычная, без шарма, без чувства меры, но при этом чрезвычайно живучая. У неё хорошо развит так называемый бытовой разум, который как раз отвечает за устойчивость. Такую Марию не собьёшь, как кеглю в боулинге. У таких крепкие ноги и жадные глаза. Как говорится, пирожок уже съела, а взгляд всё равно голодный. Мария быстро вошла в хозяйкой в дом на Рублёвке. Она быстро примерила на себя роль матери, сыновьям Яны. А Яна продолжала погибать. Она практически перестала есть. Она очень здорово похудела. И Фролов положил её в психбольницу подлечиться. И оттуда уже, по словам подруги, она вышла другим человеком. Я позвонила Яне накануне Нового года, предложила встретиться. Она тогда сказала, «Мне не на что приехать к тебе. Я заказала такси». Когда подруга увидела Яну, она ужаснулась. Худенькие ручки, измождённая, какая-то такая высохшая, с дрожащими губами. Я пыталась её накормить, но она даже есть не смогла. Вилкой по тарелке поводила и отставила в сторону. «Не могу», — говорит. «В тот день она осталась у меня ночевать. Когда она заснула, я даже не слышала её дыхания. Всё время подходила к кровати и проверяла, дышит, не дышит». На вопрос об отношениях Яны с мамой подруга, которая пожелала остаться анонимной, сказала, «Мама». Как только Фролов выгнал Яну, как только Яна осталась без денег, мама тотчас же выписала её из квартиры. Опять же, я не знаю, правда это или нет. В общем, Яна осталась совершенно одна, без поддержки, без близких людей. Яна стеснялась своего внешнего вида. Ей было стыдно показаться на людях, чтобы они увидели, какой она стала. И она попросила подругу, чтобы та ничего о ней не рассказывала, не рассказывала о том, как она живёт. Но всё-таки бывшие подруги, так сказать, коллеги по цеху, ещё те из прошлой жизни, разыскали Яну и как-то попытались её вытянуть. Они возили её по монастырям. Она молилась, просила вернуть всё обратно. С 19 декабря она бросила пить, стала приходить в себя и осознавать, в какую ситуацию попала. А потом снова в больницу. Цирроз печени развивался драматически. Яна очень плохо себя чувствовала. Ей необходима была пересадка печени, трансплантация. Естественно, что денег на это не было. Кроме того, она страдала энцефалопатией. Это такое заболевание, при котором нарушается и координация движений, и угасают рефлексы, и резко нарушается память. В общем, она была глубоко больным человеком. А ещё у Яны начались проблемы с венами. Любое прикосновение к телу — и сразу синяк. В один прекрасный день Мария Ротань-Фролова выложила со страницы Яниного старшего сына Валерия фотографию Яны, где её лицо — сплошная гематома. Под фотографией надпись, что она мошенница, занимает у всех деньги и не отдаёт. 6 февраля 2015 года Эвелина Кобирова позвонила другой подруге Яны, Мария Анне, чтобы та вместе с ней наведалась к Яне в квартиру. Мол, мне одной страшно заходить. Почему страшно? Непонятно. Ведь раньше Эвелина постоянно к Яне заходила, ничего не боялась. У неё и ключи были от Яныной квартиры. И что увидели Эвелина и Мария Анна в квартире? Яна лежала полуживая, полуодетая, под кроватью, жутко избитая. Возле неё был чехол от телефона. Сам телефон почему-то был у Эвелины. Почему, непонятно. Может быть, она удаляла оттуда какую-то переписку. Есть сведения о том, что у Яны был выколот глаз. Ну, в общем, я бы не хотела такое видеть когда-нибудь. Это было страшно. Умерла Прижевская в день всех влюблённых 14 февраля 2015 года. В больнице, не приходя в сознание. Причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субархноидальное кровоизлияние, ушибы лица и конечностей. Обстоятельства получения травм неизвестны. Похороны были малолюдные. На красивых машинах приехали бывшие подруги, светские львицы. Ни Евгений, ни дети Яны проститься с ней не пришли. Фролов оплатил ритуальные услуги и место на кладбище. Траурное мероприятие обошлось ему в 200 тысяч рублей. Но, впрочем, не у всех в этой истории жизнь сложилась так плохо. Теперь уже светской львицей называют новую жену Фролова Марию Ротань. Только в отличие от Яны она львица не пьющая. Выдающаяся женщина и чемпионка мира по карате, и мама семерых детей, а ещё она руководитель медицинского центра. Лучшего, лучшего медицинского центра это нужно уточнить. А ещё она эксперт и тоже лучший. Ну, так хвастливо пишет о себе Мария в социальных сетях. Эксперт в какой области? В ток-шоу. Мария часто появляется в студиях программ типа Бородина против Бузовой, там, ДНК. Она очень много говорит. Очень много и очень, надо сказать, плохо. В описании я оставлю ссылки на интервью, где можно послушать Марию Фролову, как она даёт интервью и выступает на ток-шоу. Ну, в общем, бубен, барабан. Я слушала и поражалась, сколько пустых предложений, фраз на единицу времени. Ну, впрочем, Мария наша спортсменка, а не мыслитель. Эксперт Фролова выучила модное слово миссия, а также ответственность, энергетика и очень часто эти слова в своей речи употребляет. В одном из интервью Мария рассказывает, как она нанимала, отбирала на работу докторов наук. Не знаю, есть ли какая-то взаимосвязь между размером губ и словарным запасом, но мне кажется, что чем больше первое, тем меньше второе. И еще мне кажется, что вот если люди разговаривают так, как Мария Фролова, то они пишут с ошибками. И я в этом убедилась, когда прочла ее записи в паблике ВКонтакте. В клинике Фролова носит белый медицинский костюм. Мы лечим, мы помогаем, мы делаем мир лучше, говорит она. На фасаде огромные буквы медицинский центр Марии Фроловой. В холле огромный портрет Марии Фроловой, чтобы, не дай бог, пациенты не забыли, к кому пришли. Но на самом деле владельцем клиники является другой человек. Я сейчас не буду говорить много об этом медицинском учреждении. скажу лишь, что в этой клинике неудачно лечилась та же Юлия Началова, которую Мария Фролова называет своей подругой, а также 53-летняя Светлана Сафиева, помните, которая была якобы беременна от Киркорова. Репутация у клиники так себе. Кому интересно, в сети есть много материала именно на эту тему. Что меня лично удивляет, что мне лично непонятно, мне непонятно, какая роль или, прости господи, миссия именно у этой женщины в этом учреждении больничном. Она не врач, и даже если каратистка наденет форму врача, она от этого врачом не станет. Мария не лечит, она не владеет клиникой, по сути, она там выполняет видимо роль директора, но назвать клинику именем директора клиники, ну не знаю, это все равно, что назвать магазин именем директора магазина или филармонию именем директора филармонии, ну как-то странно. Подводя итог, хочу сказать деньги. Деньги, безусловно, очень важны в нашей жизни. Не будет денег, не будет ни нормального жилья, ни одежды, ни еды, поэтому от денег, получается, зависит все наше самочувствие, спокойствие, даже то, какой у нас будет цвет лица, зависит от денег. но добывать их зарабатывать нужно все-таки самостоятельно, своими силами, своими руками, своими знаниями, своими идеями. Нельзя жить на подаянии, даже если это подаяние, вот как в случае с Яной, было очень шикарным, очень богатым, очень классным. Те, кто знал Яну Прижевскую, говорят, что она была бесконечно добрым человеком, добрым, но не наполненным. Тот же бубен-барабан. Не было в ней стержня. Причину такой быстрой деградации Яны ищут в Евгении, в маме, в подругах, в Денисе, в Марии. Да, я забыла сказать, что мама Марии настоящая колдунья, которая умеет наводить порчу и вроде бы даже говорят, что это именно она свела Прижевскую в могилу. Но я всё-таки думаю, что причина в самой Яне. Сначала она всё брала без оглядки, а потом всё без оглядки раздавала. Потому и жизнь такая короткая, и смерть такая трагическая. Они с Лагодой умерли практически в одном возрасте при одинаковых обстоятельствах. Вот такие судьбы близнецы. Лагоду заменила Орлова, а Яну заменила Фролова. Женщина с такой мощной спортивной хваткой. А по поводу порчи, ну не знаю, может, когда люди добровольно искажают свои лица, это и есть порча. А может, просто недостаток вкуса и чувства юмора. А юмор, как известно, равно ум. Это не я, это Виктория Токарева сказала. Ладно, пожалуй, надо закругляться, а то снова сейчас наговорю на очередной букет ромашек. Мне ещё пишут, Анна, вы можете рассказать хорошую историю? Где бы взять такой настоящий, святочный, такой, жизнеутверждающий, добрый, милый, душевный рассказ. Если у вас такой рассказ есть, пожалуйста, поделитесь со мной. Я сниму об этом на старый Новый год какое-нибудь такое тёплое, положительное, хорошее видео. Ну а сейчас что? Спасибо, что посмотрели этот мой ролик. Как всегда, всего вам доброго. Будьте осторожны, разбирайтесь в людях. И до новых встреч. Субтитры